Песочная анимация или техника порошка – это мгновенный жанр изобразительного искусства. Он одномоментный, живёт здесь и сейчас, поэтому отражает настроение и творческий замысел художника в данный момент. Когда рисуешь что-либо, это как медитация. Это как ты проникаешь туда, в эту суть. И каждый раз, когда одно и то же, один и тот же сюжет отрабатываешь, он всё равно по-разному. Всё равно руки по-другому всё делают. То есть он не одинаковый, да, правильно, он как ветреный, как мгновение. На световом экране из песка создаётся сюжет, до боли знакомый каждому. Пара выпускников встречает рассвет, но все их надежды и мечты обрываются в один миг – с нападением фашистской Германии на Советский Союз. И молодой человек уходит на фронт, погибая там. Об этом надо знать, об этом надо помнить, надо очистить память погибших, что жертвы чьи были. Детей очень много погибло, дети молодые уже на фронте были. И также, потому что, может быть, даже, ну, судя по моему опыту, да, надо быть готовыми к этому, так же и морально. Алена Григоренко – художница из Луганска. Закончила колледж Луганской государственной академии культуры и искусств. По специальности художник-живописец-педагог. Но дописать и защитить диплом не успела. Помешали боевые действия в 2014 году. Также были выпускные надежды все наши были потеряны. Планы, всё это было разрушено. Также те же дипломы мы не успели просто-напросто дописать. Потому что к нам пришли и сказали, что всё, защита диплома из-за военных действий. Ну, и сразу как-то всё это было в старом страшном спортзале. Алена вступила в ряды ополчения, но родители решили иначе. Отправили её в Севастополь, где она осталась жить и работать. Сейчас Алена учит рисовать малышей в творческой студии. Говорит, что вспоминать о погибших в боях нужно постоянно. И в Севастополе по-другому нельзя. Ведь этот город просто пропитан духом боевой славы. Надежда Староверова, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.